26-й студенте в Беларуси будет означаться День навуки. На Угомельской области до этой подеи будет примеркованный сход, на котором планируется продемонстрировать опошенные распроцовки. Сегодня наши корреспонденты наведали Институт механики металлополимерных систем Национальной академии навок. Распроцованным в Институте механики металлополимерных систем материалом тут присвятили выставу, которая заняла несколько стенда. Супрассовникам науковой установы, саправды ее с чем гонориться. Пришим, гэтые распроцовки запотребованные не только в Беларуси. Зараз, например, Китай зацекавился специальными полимерными подкладками для высокохудкосного чагуночного транспорта. Я не прасуюсь у диапазоне от минус 100 до плюс 100 градусов. У Институте увоголи шмат распроцовок, які здольные з'являть. Як полимер, який при гаренні не выделяя отрутные речевы. Добавки, они разные бывают. Есть добавки, которые выделяют в атмосферу ядовитые вещества, и они вредны для организма. Мы разработали новые добавки, которые эти вещества не выделяют. Специальные добавки, которые позволяют полимеру не гореть. Распроцовкой новых материалов у Институте механики металлополимерных систем займаются постоянно, что тлумачится перш за все экономичными причинами. Установе необходимо зараблять гроши, а предприемствам выраблять большую частную продукцию, запотребованную на рынках. Однако, иншый раз, гэтые распроцовки настолько опереживают час, что на предприемствах ставятся до их насторожена. Правда, тыжится гэта не у всех. Шмат хто новой материалы укороняет одразу после отримания пропановы. Работаем сейчас совместно с БелАЗ. Это мы делаем более прочными, более ходимыми шины для крупногабаритных машин. Ну, еще у нас много. Мы традиционно работаем с белорусским металлургическим заводом. Мы работаем с Гродненским механическим заводом. Почти весь концерн Белнефтехим мы сотрудничаем практически с каждым предприятием. Особливый гонор Института механики металлополимерных систем распроцованы под урученню президента краины материалы для вытворчасти белорусских лыж. Проведенные в опробовании свечать об их высокой якости. У перспективе гэтые полимеры повинны не только полностью заменить импортные аналоги, а ле и стать экспортно-орентованной продукцией. Полимерный материал, он хорош чем? Что он обеспечивает низкое сопротивление трению скольжения лыжи. Но одновременно он плохо клеится к другим компонентам лыжи. Вот для того, чтобы решить эту задачу, был разработан двухслойный такой материал. С одной стороны хорошо скольжит, а с другой стороны хорошо клеится к лыжи. Он не уступает австрийскому материалу по своим эксплуатационным свойствам. На первом этапе планируется изготовление лыжи и уже изготавливаются лыжи для массового потребителя. В дальнейшем будут разрабатываться и совершенствоваться материалы для лыж спорта высоких достижений для спортсменов.